всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и я думаю девочки вы уже все догадались по набору материалов что вязать мы с вами будем сумку сумка будет вместительная удобная стильная так что обязательно досмотрите это видео до конца и свяжите себе такой аксессуар чтобы быть в тренде все необходимые материалы а также инструменты вы можете приобрести на сайте пряжа центр рф и когда будете делать заказ не забывайте про скидку магазин предоставляет 10 процентов скидки по промокоду 3086 для моих подписчиков теперь давайте расскажу вам про материалы которые нам понадобится ну во первых это у нас джутовый канат толщина xl то есть это пряжа халва на сайте она называется самый толстый 8 миллиметров канат 400 грамм вот в этой упаковке и всего здесь 10 метров ниточки которыми мы будем вязать это пряжа халва толщина нити с полтора миллиметра толщина пряжи и здесь у нас длина шпагата 100 метров и вес 220 грамм для своей сумочки я выбрала ручки называются его цвет орех и но чтобы было быстрее вязать цвет называется фунтук у дна размер 10 на 30 вязать я буду крючком 4 миллиметра и если будет необходимость подлезть в каких-то сложных местах крючком потоньше я смогу поменять насадку крючка на 3 миллиметровый и где-то какое-то место провязать им так что рекомендую вам держать под рукой разные размеры крючков потому что это необходимо я вот часто меняю крючки в процессе работы и так какие материалы нам понадобятся я вам рассказала а уже точное количество материалов которое ушло на эту сумку я озвучу в конце этого видео а также пропишу под этим видео в описании там же будет ссылочка на сайт производителя пряжи и промокод на скидку от меня и для начала нам с вами нужно обвязать но вот так скажем сделать поле для дальнейшей деятельности и в принципе с любой дырочки можно здесь начинать то кстати у меня на этом дне 44 отверстия и если я буду провязывать по одному столбику в каждое отверстие это будет слишком разрежена для такой но достаточно тонкой нити поэтому я сейчас обвязываю донышко в каждую в каждое отверстие заходя по два раза вот таким образом то есть я делаю столбики без накида сейчас вот у меня здесь хвостик нити я его прокладываю вдоль работы чтобы сразу его спрятать и вот таким образом столбики без накида по краю по 2 штуки в каждое отверстие вяжем по кругу вот так смотрите девочки по углам и тут ничего не прибавляем почему потому что я уже отвязывала пробный вариант и поняла что если здесь сделать прибавки то здесь сумочка вот на углах будет еще более круглой то есть вот она здесь так скажем разъедется немножко у нас но хоть и закругленная но все равно более такой прямоугольной формы и если мы сделаем здесь без прибавок каких-либо обвязку то тогда у нас вот этот вот угол такой и получится и еще я хотела бы остановиться на вязание столбиков без накида сейчас покажу для девчонок которые мне частенько пишут вы знаете я никогда не держала в руках крючок но по вашему описанию у меня получилось я взяла и все получилось вот для таких девчонок я показываю в замедленном темпе смотрите вот у нас рабочая нить крючок мы заводим в отверстие подхватили ниточку вытянули вот на высоту сюда петлю и провязали обе петли то есть одна петля у нас уже на крючке за 2 мы ныряем в отверстие ой забыла провязать вторую за 2 мы ныряем в отверстие вытягиваем высоту петли настолько насколько нам это необходимо и провязываем таким образом следующую следующее отверстие также заводим крючок вот завели вытащили провязали все вот у нас должно получиться должна получиться вот такая отвязка во первых это будет красиво над не смотреть во вторых вот за вот эти вот косички кромочные мы сейчас будем дальше зацепляться все сейчас вы самостоятельно провязывайте все отверстия до конца и встречаемся вот здесь все мы довязали до конца ряда здесь мы ныряем под первую из косичек видите кромочная косичка в самую первую нырнули крючком и затянули все у нас получилось ряд закрыт все сейчас начнем ввязывать наш канат и для того чтобы начать предварительно нужно хвостик каната подготовить смотрите что я сделал я обрезала вот эти вот веревочки то есть он состоит из трех вот таких вот веревок в свою очередь тут еще несколько веревочек в каждый так вот нам их надо обрезать вот видите вот так вот наискосок и каждую из этих веревочек точно также видите я тоже разрезала ну как вот так вот сняла под углом вот ведь вот таким образом теперь вот этот вот канат мы будем ввязывать первый ряд для чего мы это сделали для того чтобы у нас незаметно было начало нашего вязания и канат у нас будет вот с этой стороны так вот у нас последняя петелька вот тут где-то мы его приставляем и начинаем в каждую из вот этих вот косичек я захватываю обе дольки косички крут крючком вот в каждую из этих косичек я ввожу так выскочил ничего страшного все подставили каждую ввожу крючок захватываю нить и вижу такой же столбик без накида самые первые столбики должны получиться более-менее низенькими так как у нас небольшая там ширина каната вот а дальше они будут все увеличиваться и увеличиваться вот таким образом достаем достаточно высоко вот эту петлю для того чтобы она у нас не вокруг так скажем нашла а оказалось вот на этой стороне то есть сейчас у нас вязание должно повернуться вверх от нашего донышка все дальше я завожу крючок не очень удобно тут через камеру мне вязать но надеюсь что у меня все получится так вот видите нас немножко поднимается уже линия столбиков давайте я не буду задерживать ваши внимание сейчас еще немножко провяжу и покажу вам что у нас должно получиться и так смотрите вот что у нас должно получиться то есть наша косичка должна оказаться сверху не где-то вот здесь вот сбоку или по краю еще где-то она должна быть сверху вот видите пока я вижу я специально поправляю вот эту косичку сюда даже иногда бывает так вот на стол положу и уже вот где-то вот здесь вот наверху провязываю вот эту петельку вот сейчас покажу вам вот мы вытащили нам надо протянуть ее так чтобы она у нас оказалась сверху вот я на стол положила вымерила где у меня тут должен быть где должна быть так где должен быть вверх стенки и вот потом уже провязала то есть вот эта петелька у нас должна быть не растянутая сильно ее не вытягивайте кстати крючок неудобный будет если вдруг покупать крючки для этого проекта смотрите внимательно чтобы не было такого решения потому что я пока я сую крючок чтобы достать рабочую нить у меня вот эта петля на вот этом расширение уже вытянулась мне приходится за этим смотреть и держать эту ниточку то есть я вот так вот подхватываю уже специально подвожу нитку под это место до неудобно будет держать петлю на одном и том же уровне она у вас должна быть ровненько аккуратненько все вот эти вот косички должны быть одинаковые и вот такие вот прищепки используйте для того чтобы держать канат на нужном вам так скажем уровне чтоб он у вас не растянул вязание не стянул то есть посмотрели как он должен у нас проходить вот выложили его по месту да и в этом месте где-то прищипнули все вяжем дальше несколько столбиков я надеюсь что тут в принципе все понятно вытаскиваем петлю нужной нам длины и провязываем ответе вот эта петля оказалась у меня через чуть длинная может не через черно длинновато поэтому я лучше распущу ее и перевяжу и так сменили картинку поменяли крючок вот видите про чего говорила крючок должен быть ровный по всей длине и тогда будет легче вам вот эту вот петельку держать на одном уровне еще я заметила что вот этот крючок у меня вот такой резиночка сползает их вот еще длиннее становится то есть минусы мы тут превращаем в плюсы значит что хочу вам сказать разложим и красиво ровненько жгутик и вот здесь вот на поворотах по короткой стороне мы будем с вами делать при бабочки то есть вот где-то примерно вот на таких расстояниях я вам предлагаю сделать по 2 прибавки с каждой из коротких сторон чуть позже в каждом ряду делаете по 2 прибавки чуть позже я вам когда подальше провяжу я вам расскажу как сделать расчет в каком месте на этих прибавках остановиться либо вязать их до конца сумочки и так ну как делаются прибавки я думаю что опытные вязальщицы знают а я показываю для тех девчонок которые никогда возможно не вязали крючком то есть смотрите вот у у меня сделан предыдущий столбик в одну из петель я в эту же петлю захожу крючком захватываю ниточку и провязываю ее то есть вот такие две при бабочки мы делаем в двух местах по короткой стороне и так смотрите я связала три ряда с каждой из сторон по 2 прибавки я делала в каждом из рядов и вот что у нас должно получиться то есть ваша сумочка должна пойти на так скажем на расширение немного слегка и вот что я хочу вам сказать не столько вот это расширение зависит от прибавок сколько от того как вы уложите кота то есть если вы будете делать прибавки но канат укладывать вот так вот вовнутрь с натяжкой то у вас и сумка уйдет внутрь то есть вам надо допиться чтобы немного немного вот здесь пошло расширение вот я еще держу так она совсем такое небольшое на весу потому что держу вот и сейчас с этого момента я уже буду делать ну наверное ряда 3 по 1 при бабочки вот и дальше уже посмотрим вот вот такая сумочка получается у меня пока не видно ее вот то есть я укладываю канат сразу же по всему кругу и делаю прищепочки на каждый из краев и тогда у меня видно что канат ложится так как мне нужно вот смотрите видите у меня четвертый ряд идет и примерно по центру вот тут я сделала прибавку то есть провязала два столбика в одну петельку предыдущего ряда то есть все теперь у меня будет будут прибавки идти по центру и я специально здесь повешала маркер для того чтобы в следующем ряду не пропустить это место так девочки смотрим я провязала 1 2 3 4 5 6 7 рядов в трех рядах я делала по 2 прибавки с каждой стороны в четырех рядах по одной то есть всего если сосчитать 2 4 6 2 4 6 это 12 и здесь по 4 по 4 8 20 петель у меня добавилось теперь давайте сделаем измерения вот таким образом я измеряю дно она у нас примерно конечно будет так у меня получается семьдесят семь сантиметров ну где-то 676 77 и теперь мы измеряем вот это место что у нас эти двадцать петель нам далее восемьдесят шесть семьдесят шесть восемьдесят шесть то есть у меня получилось сейчас расширение на 10 сантиметров я думаю мне хватит то есть дальше можно прибавки где если вы хотите чтоб ваша сумочка была с таким с большим увеличением то тогда можете продолжать делать прибавки таким образом можете сосчитать сколько у вас петель здесь насколько вам нужно расшириться и посчитать сколько петелек нужно еще добавить девочки если у нас во время вязания закончился канат мы должны присоединить вторую так сказать упаковку каната в наше вязание и как это сделать я решила оформить в отдельном видео уроке для того чтобы можно было этот урок использовать и в других мастер-классах вот такое красивое и ровное соединение получается я уже это сделала для вас я оставлю ссылочку в описании переходите смотрите как делается такое соединение ну и продолжаем вязать нашу сумку так девчонки смотрите на данный момент у меня провязано 17 рядов и в восемнадцатом ряду я буду ввязывать ручки и у меня произошла да посмотрите сломалась короче запчасть от держателя телефона и в итоге короче придется мне сейчас снимать все с руки она уже не подлежит ремонту я тут пыталась и так ручки у нас вот такие мы ввязывать будем их вот сюда то есть вот так вот они у нас будут в следующем ряду ввязаны и для начала нужно сделать расчеты то есть смотрите я все петли которые у меня есть сначала разделила пополам у меня 110 петель кстати остановилась я на том что вам рассказала что на 20 петель увеличила я потом еще где-то в каком-то ряду по одной петле решила что чтобы для круглого счета еще по одной петли где-то прибавил то есть у меня 110 сейчас столбиков вот эти 110 столбиков я разделила пополам повешала на них маркеры то есть однозначно вот здесь мы ищем центровочку и вешаем маркер далее значит это у меня 55 петли если считать вот так вот пополам осталось у меня с одной и с другой стороны по 54 петли эти 54 я делю на 2 то есть расчетное число вот у меня серединка между этими маркерами здесь точно также два маркера с той стороны вот и далее я уже прикладываю ручку и смотрю с какой с какого столбика я буду начинать ввязывать ручку то есть я сделала отметочку в обе стороны отсчитала здесь у меня по 7 столбиков седьмого столбика у меня будет ввязываться ручка пока определила что 4 вот этих вот петли кромочных мне хватит ну посмотрю может пятую как-то еще задействую вот так что сейчас буду ввязывать ручку начинаю ввязать 18 ряд и ну постараюсь как-нибудь или мужа попросить чтоб он мне подержал телефон пока я буду вязать чтобы вам показать завтра однозначно придется ехать домой за деталью вот но на сегодня я осталась без без инструментов и да хочу вам напомнить что начало ряда у нас там же где мы начинали ввязывать канат помните подрезали его чтоб он будут на нет сходил и в этом же месте я считаю начало следующего ряда то есть вот в этом ряду начиная от этого места я буду ввязывать ручки то есть смотрите считайте у вас одинаковое количество вот этих вот бревнышек так сказать должно быть с каждой стороны так девочки смотрите в общем вот так у меня получилось привязать ручки и все-таки по пять столбиков я сделала на каждый вот этот вот разъем и на один столбик или на одну петлю я вот эти вот маркеры сдвинула сюда к центру то есть я отмеряла здесь отсчитывала 7 петель вот в общем на одну я сдвигаюсь получается по 6 у меня вышло и вот так вот неплохо выглядит сейчас одной рукой тут попробую развернуть ее так как она должна быть вот посмотрите какая красота сейчас пойду найду мужа чтоб он побыл мне штативом и покажу как связываются вот эти вот ручки вам и так я передвинула вот эти маркеры то есть здесь у меня теперь по пять петель вот эти можно убрать чтоб они нас не смущали они нам больше не нужны мы все посчитали с вами девочки у меня тут муж вместо штатива следите за ним чтобы чтобы он держал нас в кадре так довязываю до первого маркера вот он первый маркер вот отсюда начнем ввязывать ручку можно его сразу же убрать подставляю ручку через ручку завожу крючок попадаю вот сюда в петлю также как мы вязали вытаскиваю рабочую нить и провязываю то есть у нас шовчик как шел так и будет идти ручка попадает у нас в петлю на лицевой стороне следующую точно также заводим крючок так подтягиваем тут все вытаскиваем так третий раз заводим крючок всего у нас 5 там мы с вами посчитали что мы будем пять раз заходить это у нас 4 будет столбик то есть каждый раз видите я ныряю в ручку и там провязываю все вот у нас следующий столбик будет в ту петлю где стоит маркер я ему сразу же убираю завожу сюда крючок это у нас 5 столбик то есть все с одной стороны у нас ручка привязана далее следующую петлю еще вяжу до следующего маркера мне прям уже нравится как смотрятся ручки сумка получается просто глаз не оторвать последние столбики все вот он у меня а нет еще один еще один столбик и вот он маркер в который будет ввязываться ручка подставляем сюда ручку заходим через ручку в эту петлю немножко тут покрутиться придется потому что с краю тут туговато так раз считаем два сюда сюда так 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 самой не видно 3 так 4 столбик и вот сюда будет пятый столбик снимаю маркер так 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 иди сюда все посмотрите ручка привязана далее продолжаем вязать столбики и ручку уже можно повернуть посмотреть как у нас все получилось посмотрите как все идеально вот вот такая вот красота ну тут у нас сумка еще будет продолжаться так девчоночки помните я самом начале вам говорила что форма сумки то есть расширение либо служение зависит у нас от того как мы будем прокладывать канат по краю вот этого так скажем верхнего ряда сначала у меня шло тут расширение потом буквально здесь все ровненько и видите вот с того ряда где я ввязывала ручки я просто не стала ставить прищепки и у меня канат под своим весом утянул сумочку вот в такую форму то есть это нормально я оставляю ее так мне нравится что получился такой слегка бочоночек в общем имейте ввиду что если хотите бочоночек канат под своим весом утянет ваше вязание вот в такую форму если хотите ровную сумочку чтоб она у вас здесь не скруглилась тогда ставьте прищепки и каждый миллиметр вы веряете так девочки последние штрихи также как в начале мы с вами вот тут вот начинали на нет канат вот тут срезали я точно так же сейчас поступаю здесь и хочу его продлить вот сюда чтобы он аккуратненько вот так здесь ушел на нет и за ручкой это не было бы видно то есть я остановлюсь вот здесь вот в этом месте то есть вот я отрезаю его так так все канат мне больше не нужен здесь я раскручиваю вот здесь отрежу так и вторую раскручу и обрежу где-нибудь давайте вот здесь все вяжем вот до этого места аккуратненько все тут провязываем придерживаем то есть у нас должно получиться этот вот ряд должен сойти красиво на нет и девчонки хочу сказать вам хочу обрадовать вас когда мы сейчас будем делать завершающий ряд обвязки мы с вами привяжем в него подкладку я сегодня бегала специально приехала домой вы видите да я уже не не на даче снимаю дома специально приехала домой для того чтобы сходить в магазин купила ткань очень красивую которая подходит мне тут под сумочку под ручки и уже сшила подкладку то есть мастер-класс по подкладке будет в отдельном видео вот связывать я его буду сейчас после того как вот сейчас завершу этот ряд все обвязка моя заканчиваю вернее ряд закончился теперь смотрите что я делаю девчонки вот он подклад он у меня сшит и здесь я пришила вот такую тесенку за которую сейчас буду зацепляться сейчас мне надо определиться где у меня какое место и какое место подкладки у меня соответствует вот этому месту все поехали смотрите сейчас этот ряд я провяжу просто столбики без накида вот такие как обычно и столбики буду провязывать один просто столбик один столбик с петелькой подкладки вот увидите у меня петельки располагаются как раз примерно на расстоянии вот если вот здесь посмотреть под будет видно на расстоянии через столбик вот поэтому я провязываю точно также один столбик без петельки второй столбик с петелькой подклада в общем вот такой вот такую тесенку с петлями я нашла на алиэкспресс оставлю для вас ссылочку ну в принципе вы можете разглядеть ее потом в мастер-классе про подклад вот такая вот тесенка я ее пришила по краю очень очень удобно не надо сейчас ничего пришивать я просто ввязываю подкладку сумку это очень удобно все давайте я без вас закончу этот ряд и потом покажу вам что у меня получится а да еще надо будет ряд обвязки провязать подклад у меня на месте я его привязала так скажем да и специально вот этот вот последний ряд делала столбиками без накида чтобы немножечко приподнять сделать такой бордюр чик над подкладом до чтобы не сразу же подклад тут был в стыке так скажем нашего вязания и изнанки вот и сейчас мы сделаем просто по краю соединительный соединительными вот такими петлями еще один раз так ударят такую обвязочку края для того чтобы нам немножко укрепить вот это место и посмотрите она только получается более-менее ровная красивая выравнивается ли вот косичка которая у нас получилось после столбиков без накида или вот сейчас вот видите как все плотненько ровненько и закончена выглядит то есть вот такими соединительными петлями под две ножки косички провязываем вокруг края еще один ряд и он у нас будет с вами последний ура девочки сумочка готова сейчас я закрепляю последний стежочек вот так вот вытаскиваем ниточку с обратной стороны заводим крючок уводим ниточку сюда наизнанку и в принципе все хорошо не буду я ничего делать здесь все смотрится идеально тем более это у меня будет место как раз под ручкой вот сейчас спрячу этот хвостик давайте я уже без вас это сделаю чтоб не отрывать ваше время и мне осталось сделать завершающего такой вот момент я думаю вот здесь вот будет неплохо смотреться моя ангелочка смотрите на мне как раз тут между петельками попадает так да ну вот сюда надеюсь что будет хорошо держаться смотрите какая красота мне осталось сюда положить телефончик книжечку все девчонки я пошла по своим делам крючок тоже надо не забыть возьмем на всякий случай с собой и ножницы все девчонки я пошла смотрите как стильно смотрится моя сумочка так ну что девчонки смотрите какая прелесть у меня получилось подкладка смотрится просто идеально вот у меня здесь книжка здесь у меня телефончик смотрите как все хорошо здесь еще один кармашек конечно же крючок как без него вот петельки можно сказать незаметные то есть здесь вот так вот все сложено вот такая красота снизу тоже если мы будем махать сумочкой у нас там красивое рыжее дно под наши ручки в общем все смотрится очень красиво гармонично и подклад прям неплохо сочетается сумочкой вот все девчонки я надеюсь что вы уже тоже связали такую сумочку и собираетесь пойти погулять и ты пришел попрощаться до пока пока скажи пока пока но у нас со смоки на сегодня мастер-класс закончен это мой помощник до малыш ты всегда мне помогаешь мы вам желаем приятно провести время за вязанием этой сумочки с вами была юлия смоки и наш факультет рукоделия пока пока